Село Крапиве, половина седьмого вечера. Пять фонарей в одном конце деревни и два фонаря в другом. То есть вот так вот в темноте от дома к дому мы пролежаемся. С наступлением сумерек из дома в этом селе лучше не выходить. Освещения на улицах почти нет. А ведь всего в десятки метров от домов идет районная дорога. Она соединяет сразу несколько населенных пунктов. Движение здесь всегда интенсивное. Местные просто боятся, что кто-то из водителей не заметит в темноте пешехода. И тогда трагедии не избежать. Одна центральная улица, но на всю деревню у нас, ну, наверное, фонарей семь. Сто домов у нас. Тут около семи фонарей горят. Движение у нас очень интенсивное. Особенно, когда праздники в Суздале проходят. И движение сплошным потоком. С той стороны едут московские гости. С этой стороны ивановские гости. И даже дорогу не перейти. Трасса проходит через весь населенный пункт по главной улице. Но рядом с проезжей частью нет даже тротуара. Сельчанам, а среди них много детей, передвигаться приходится исключительно по обочине. Рядом с селом нет ни камеры видеонаблюдения, ни постов ГАИ. Так что скорость перед населенным пунктом никто не сбрасывает. У нас нет знака ограничения движения многотоннажного транспорта. И фуры ездят с такой еще и скоростью, и груженные, что у нас в домах и чашки трясутся, и стекла звенят, и стены трескаются в домах. Жалобы на опасную дорогу люди писали в администрации всех уровней. К чиновникам у сельчан всего две просьбы. Сделать для пешеходов тротуар и восстановить, наконец, в поселке освещение. Департамент ЖКХ людям ответил. Дать свет на улице в срочном порядке должны местные чиновники. Сельская администрация уверяет, работы уже ведутся. Но почему поселок стоял в темноте? Проблемы с освещением перекидывают на электриков. Мол, подключили электроснабжение в дома по новой схеме, а теперь прокладывать провода надо заново. Нам нужно проводить свой световой кабель. Это порядка, мы уже изучали вопрос, это 440 метров, 11 опор. Такая ситуация. Сейчас на данном этапе мы проект делаем, рассматриваем с заказчиками, разговариваем. Я думаю, что сделаем мы в ближайшие, до конца месяца вряд ли у нас получится сделать. Но в начале декабря, я думаю, все, вопрос решится. А вот проблемы с тротуаром так быстро не решится. Здесь работать должны уже и районные чиновники, причем на деньги из областного бюджета. Вопрос только в том, выделят ли финансы на строительство тротуара в селе Крапиве, департамент дорожного хозяйства. Заявку на проведение дорожных работ администрация района уже отправила. Люди надеются, что после этого материала чиновники все-таки примут правильное решение.